АПЛОДИСМЕНТЫ Как вы заметили, я отрезал середину. Для того, чтобы вы увидели, что действительно я отрезал середину, я еще раз вот так отрезал. Члены жюри и весь зрительный зал увидели, что полоской я отрезал пополам. Но оказалась полоска попрежненной. Полоска оказалась попрежненной. Вот так отрезал господин Роджерс и так же отрезал ваш товарищ. А вот как отрезал артиста копьян, пожалуйста, посмотрите. Так. И полоска попрежнему попрежненной. Он единственный из огромной армии своих коллег-ривизионистов удостоен звания Народный Артист СССР. Полы завороженно смотрела на начинающего волшебника. Интересно, а какие фокусы Арутун показывал руководителям страны? Ну вот, есть. Мальчик пускай достанет, пожалуйста. Ну-ка попробуй, мальчик. Ну-ка давай быстрее, быстрее. Вот так и... Ну-ка, еще. А, вот, есть, конечно, так и есть. Не, 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 не роняйте, пожалуйста, вот так вот. Простайте, пожалуйста. Нет больше? А у вас колочка. Ну-ка, посмотрите, вы, пожалуйста, проверяйте. Есть, есть, конечно, карты. Больше нет? Как же нет? А я что-то такое? И тот взял его к себе в рабочие, носить реквизит. Вместо платы Арутун иногда просил фокусника показать ему какие-нибудь нехитрые номера. В наше время он, наверное, был бы миллионером. Этот всемирно известный человек, вечный труженик, удивительно изящный артист, творящий невообразимое так легко и весело, что любому казалось, и я так смогу. Вот только получусь немного. Да, почему он напевал? Он, он... За легкостью, с которой этот человек проделывал свои фокусы, стоял упорный труд. Десятки лет он работал по 15 часов в сутки. По физическим затратам этот труд можно было приравнять к работе. Человек, сделавший себя сам. Звали этого человека Арутюн Акапян. Друг, отвлекающий наше внимание от того, что должно быть от нас скрыто. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас будет тело. Волнуетесь, да? Нет, серьезно вы думали, что будет тело, да? Я даже слышал, кто-то здесь сказал, не удалось. Дорогие друзья, вы, пожалуйста, извините мне за нескромности. У меня никогда не бывает, что не удается. Посмотрите, пожалуйста, дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, настало время, когда я должен эту рваную афишу делать тело. Ни один волшебник в земном шаре не сможет рваную бумагу снова делать тело. Это я как волшебник вам говорю, поверьте мне, пожалуйста. Для того, чтобы снова эта афиша стала тело, естественно, я должен подменить рваный. Я должен прятать в себе карман. Тело должно осталось так, чтобы никто из вас не заметил, как я это делаю. Видите, как честно я вам все рассказываю. И поэтому попрошу вас, внимательно следите за мной. Заметили, когда и какой момент я это рваную афишу? Я кладу к себе правый карман брюки, вот этот карман, и когда отцу цело извлекаю и показываю вам. Я заранее уверен, что никто из вас, ни в коем случае, и ни за что не заметится, как я это делаю. Девушка напрасно поправляет эти очки. Ничего не поможет. Ни очки, ни бинокли, даже ни телескопы. Как вы заметили, здесь ничего нет. Рваная афиша находится вот здесь. Я сам подскажу, куда вам смотреть. Все равно ничего не увидите. Так будьте добры. Направляйте ваши взгляды в мои руки. Посмотрите, как я вас обманываю. А вы ничего. Здесь. Им восторгались народы 95 стран земного шара. Этого чародея звали Арутюм Амаякович Акопян. В искусстве Акопяна зрители поражало отсутствие всяких вспомогательных средств. У других магов огромный штат ассистентов, громоздкие ящики с аппаратурой. А у него только руки. Волшебные руки. Его единственный и уникальный инструмент. Наблюдайте внимательно. Есть ли какие-нибудь секреты, пожалуйста. Ну нормально. Если нет, так поражу. Ставьте мне, пожалуйста. Вот еще у меня платочек, пожалуйста, посмотрите. Так. Держите этот конец, пожалуйста. И никаких секретов здесь нет, по-моему. Нет, тебе не надо. Не надо. Так, пожалуйста, посмотрите. Внимательно. Я нормально заседнула? Да, да. Держите крепко, пожалуйста. Или убедите, что тут и платочек села и находится в булавке. По сей день творчество Рутюна Акапяна остается непостижимой вершиной, неразгаданной тайной. Его волшебные руки навсегда взяли в плит. Держите ходить в обычном костюме, в строгом вечернем туалете. Может быть, хоть что-нибудь замети, но вряд ли. Главное, надо научиться говорить так, как говорил Акапян. С этим неистребимым, безумным и очаровательным армянским акцентом. И еще. Он постоянно что-то напевал во время выступления, какие-то неясные мелодии. Их тоже следует выучить. Потом добавить немного ловкости рук, следуя советам одной из книг, написанных тем же Акапяном. И вперед. Успех обеспечен. Все очень просто. Левом есть, правом нет. Вот так по-честному, дорогие зрители. Здесь красные платочки или нет? Да, конечно, здесь. Даже может исчезнуть. Пожалуйста, еще раз внимательно смотрите. Так, так, медленно показывай, что правом нет. Левом есть, правом нет. Как? Здесь или нет? А кто хочет со мной поддержать из мужчин? Я говорю, что уже здесь нет. На три бутылки армянского коньячка. Ну, а что испугались? Платочка здесь. Дорогие друзья, вы, пожалуйста, извините. Конечно, я никогда паре не держу. Это была шутка. А посмотрите, пожалуйста. Вот так. Здесь нет. Здесь есть. Здесь нет. И здесь также нет. Возможно, сегодня в мире найдется несколько человек, которые способны объяснить каждый из номеров Арутюна Акопяна. Но главную свою тайну, тайну своей личности, тайну ее обаяния, великий артист унес с собой. Для того, чтобы убедить, что у меня никаких секретов нет, я сейчас передам в первом ряду проверять платочек, бумагу передам проявлять, мои руки проявляются, пожалуйста, и убедить, что никаких секретов нет. Ну, молодой человек, прошу вас, подойдите сюда, пожалуйста. Возьмите платочку. Внимательно посмотрите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь секреты там. Теперь посмотрите сюда мне, пожалуйста, руку. Есть ли что-нибудь? Пожалуйста, возьмите бумагу. Разверните, пожалуйста. Посмотрите на свет. Может, двойная, кармашки есть. Никаких секретов нет. Еще раз держите платочку и посмотрите вот сюда, пожалуйста. И здесь нет. Так. А вот так. Так, уважаемые товарищи зрители, можно ли человека на таком расстоянии обманывать, чтобы товарищ не успел заметить, как я прячу эту платочку? Посмотрите, пожалуйста, внимательно. Пошу, ты настоящий? Так вот, будьте добры. Так и внимательно посмотрите. Движите платочку. Он был первым советским артистом, работавшим за границей, который привозил страну валют. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!